Всем how I move, пацаны! Ну что, nice flip, ну или сэмпл, да? И это единственное место, где мы будем обсуждать скандальность этого альбома, потому что у нас канал про другое. Мы будем писать бит сегодня, который вдохновлен треком Low Life. Это трек, который мне больше всего понравился в новом релизе Фараона про Вилла, или Правила. В целом это не важно для нашего видоса, так что давайте приступим. И сразу скажу, видео будет довольно длинным, я постараюсь в нем объяснить больше, чем обычно, наверное. Если вам это понравится, то, соответственно, вы можете меня поддержать лайком и комментом, но, естественно, после просмотра, так что приступаем. Скоро Апокалипсис, похоже, так что забьем на стандартные плагины. Addictive Kiss, боже мой! Краткая справка по плагину, это инструмент, который содержит в себе кучу роялей, фортепиано, электропиано, короче, все, что связано с фортепиано, тут есть. Типа, мы же выбираем какой-нибудь пресет, вот тут куча разных модулей, в этих модулях куча пресетов, вот эти пресеты, конкретно нам нужен, 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 вот этот. И давайте сразу сделаем его клона, его копию, потому что у нас будет два Addictive Kiss, один будет вот с этим, как я уже сказал, второй, вот. Сразу выставим темп и начнем с самого, наверное, интересного, это мелодия к ударным, перейдем позже. Вообще я сконцентрируюсь, наверное, на мелодии в этом видео. Scale Highlighting C Sharp, это до диез, это 100% лад трека оригинала. Начинаем, естественно, со стандартного трезвучия, но звучать оно будет не совсем так, оно будет звучать вот так. Вот, так же гораздо круче. И поэтому две нотки снизу, простое трезвучие, и еще сверху одна нотка, которая входит в это простое трезвучие. Давайте еще раз, помедленнее. Вот наш простое трезвучие. По сути мы делаем вот так, перебрасываем его терцию и квинту наверх, и фигачим сюда еще вот это. В следующем аккорде не будет нотки вот этой, она входит в простое трезвучие, но она будет в качестве перехода обратно. Я не знаю, как называется вот этот прием, но в аккорд, обычное простое трезвучие, я добавил секунду интервала к одной из нот. Не знаю, как называется это в построении аккордов, если вы знаете, напишите в комментариях, но я точно знаю, что так делают. И в данном случае это необходимо, чтобы придать вот этого прямо, вот чтобы аккорд прям плакал, чтобы он прям был драматичный. Слушаем. Сокращаем несколько ноток и сделаем переход обратно. Вот так и... Все. Мы можем сразу сделать Alt-S, стромануть вот с такими настройками, то есть чуть-чуть велось эти влево вниз и таем, чуть-чуть смещаем высокие вправо. Первая часть готова. В треке оригинале есть вот такая партия фортепиано, простая, из двух аккордов. И там есть вторая часть, она будет у нас прописана с четырьмя аккордами. И как я писал эту вторую часть? Я взял вот эти два аккорда, которые у нас уже были, и просто пользуясь вот этими скейл-хайлайтами, добавил еще по одному аккорду в середину. Конкретно второй аккорд получился у меня на той же басовой ноте, и звучит он с этим довольно неплохо. Я теперь знаю, что этот set de mini, и не могу не поделиться с вами этой информацией. Короче, неважно. Самое главное, что вот подбирал я его вот таким вот образом, просто, чтобы красиво звучало. И звучит, по-моему, очень даже ничего. Давайте послушаем. В оригинале, в треке Low Life, как раз прописано не просто аккорд, аккорд, потом снова аккорд, аккорд. Нет, там прописано иначе. Там аккорд, ты-ры-ты-ты-ты-ты, что-то какая-то такая задушульбирующая мелодия. Опять, наверное, тот же самый луп, как у кого-то используется. Неважно, все, это все ерунда. Главное, что мы сейчас пропишем еще вот это. Вот так. Да. А вот здесь будет уже сложнее, потому что мы сейчас все это сократим наполовину, и тут будет другая басовая нота. Мне сложно вам передать, как я это все прописывал, потому что я просто пробовал, 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 пробовал. И это самый верный способ прописывать такие вот мелодии на фортепиано. Либо вы умеете играть и можете сыграть что-то, какие-то интересные последовательности аккордов. Но если вы, как я, тыкальчик мышкой, то... Вот мне уже в комментах говорили, типа, вот что у тебя тут вот фортепиано стоит. Но, честно признаюсь, я учусь. Ну, по крайней мере, пытаюсь. Вот. Получился вот такой аккорд. Такая последовательность аккордов. Мне кажется, что звучит очень недурно. Вот этот пэд, второй инструмент, который мы будем прописывать, будет основываться исключительно на тех же самых нотках, что и наши аккорды. То есть располагаться только он будет повыше, потому что это более высокий инструмент. Соответственно, вот так, вот так, вот так. Первый аккорд. То есть, если вы прописываете второй инструмент, то самый простой способ его прописать по тем же нотам. И если хочется что-то в нем изменить, то просто, например, часть нот перенести на октаву вверх. Ну, как вариант. Почему бы и нет? Вот и все. И наш следующий инструмент – это библиотека Excel для плагина Contact. Короче, вот так она звучит. Тут разные вокальные штуки разной степени дикости. Конкретно нам нужен вот этот. Тут есть разные органы управления, в которых вы можете переключать разные вещи, но мы полезем чуть глубже. Вот Engine. Я хочу, чтобы вот этот звук был на октаву выше. Но если я перенесу его на октаву выше, то он звучит не так, как я хочу. Я хочу, чтобы было вот так вот, но на октаву выше. Конечно, можно было все это зарендерить, поднять питчем, но это не мой вариант. Тут плагин позволяет зайти в питч и настроить ему питч envelope. Видите, пошло наверх. Жмем Amount на максимум, атаку в ноль. И поднимаем его тем самым на октаву вверх. То есть, если вы как-то хотите подкрутить пресет, который вы нашли в этом Excel, то в этом, в общем, нет ничего сложного, если вы знаете, что именно хотите подкрутить. Но, как правило, большая часть его пресетов неплоха сама по себе. Итак, прописываем вокальные штучки, которые были в самом оригинале. Для этого вот так. Ага. Все. Теперь выделяем наверху и жмем Ctrl-B. Заметьте, что если мы не будем выделять ничего наверху и просто нажмем Ctrl-B, то он продублирует вот эти нотки в любое удобное ему место, в ближайшее удобное ему место. А если мы выделим, то он именно продублирует выбранный нами участок. Далее идем. Теперь нам нужно сделать клон этого контакта пятого, потому что мы полезем в него еще чуть дальше. Переходим в Main, выбираем пустой пресет, опять заходим в Engine, и в нем уже нам нужно отключить этот ADSR, нажать вот сюда один раз. Переходим в OneShot и ищем нужный нам звук, а именно вот этот. Да, именно этот звук. Но я с ним хочу сделать такую штуку. У него вначале есть маленький атак, то есть нажимаем и только потом, через долю секунды звук, нажимаем вот сюда вот и переходим в настройку Start Offset. И выбираем, с какого места он начнется. Выбрали, окей, можно его закрывать. И... Все, готово. Теперь мы можем все это разбросать по микшеру. Для этого нажимаем сюда Ctrl-Shift-L. И можем название убавить, потому что меня бесит, когда название слишком длинное. Итого, если подвести итог именно мелодия, с которыми мы по сути уже разобрались, у нас есть две партии фортепиано. Вот это, которое состоит из двух аккордов, которые являются простыми трезвучиями, которые звучат просто более монументально, за счет того, что мы к ним добавили ноток снизу и ноток сверху чуть-чуть. То есть, а по сути это по-прежнему те же простые трезвучия. И вторая партия, которая состоит уже из четырех аккордов, которые тоже как бы являются продолжением простых трезвучий. То есть, я взял простые трезвучия и к ним начал подбирать вот с помощью Scale Highlight'ов интервальчики, которые будут круто звучать. Если вы также, как и я, не обладаете тайным знанием игры на фортепиано, то для вас этот способ будет не просто максимально удобным, для вас он будет единственно возможным. И к нему мы дописали вторую мелодию, которая является пэдом, и еще вот этот вокальные штучки. И как обычно, я забываю, реально забываю об этом сказать где-то ближе к началу. Как только это видео наберет 2000 лайков, проект, который вы видите у себя перед глазами, окажется в паблике ВКонтакте Школы Битмейкинга. В моем паблике ссылка на который будет в описании. Там вы сможете его скачать, открыть, поковырять, взять сэмплы, посмотреть на инструменты. Конечно, если у вас точно такие же инструменты установлены. На этот случай, если у вас нет этих инструментов, то я зарендерю вот все вот это в проект. Или выложу отдельно в качестве мелодии, в качестве лупа. Я выложу вот это все, вы мне скажите главное в комментариях, я сделаю, мне не сложно. Ладно, давайте продолжим. С сэмплами тоже все будет довольно просто. Кик наш вот. В нем мы просто чуть-чуть крутанем буст. И еще у нас будет, конечно, 808 бас, который... Вот он. С 808 басом тоже интересная штука. В нем есть вот эти красные полосочки. Зачем они нужны? Сейчас объясню. Мы нажимаем, звук идет, идет. И когда он доходит до второй красной полосочки, он снова начинает воспроизводиться, начиная с первой. И вот этот маленький кусочек до бесконечности зацикливается. И вот я пока это все говорю, он все еще играет. Если мы отключим use loop points, то это будет простой 808 бас, который будет вполне обычно заканчиваться. Я предпочитаю его обычно выключать. Теперь переходим к клэпу. С клэпом закончили. Переходим к снэру. Со снэром тоже закончили. Переходим к хэтам. Хэтов будет три штуки. Будет вот этот. После него будет вот этот. И после него будет вот этот. Теперь давайте сразу с помощью alt и стрелки мышки перенесем 808 бас повыше. Выделим все это. И отправим на микшер, начиная с какого-нибудь восьмого канала. Один из подписчиков написал в комментах, что если я буду переименовывать сэмплы и дальше, то он от меня отпишется и везде будет ставить дизлайки. Что ж, я сделаю это глядя тебе в глаза. Нажимаем на F2 и ставим цифру 5 вместо названия снэра. Но на самом деле, если у сэмпла слишком длинное название, то вот эта плашка становится просто очень длинной. Название сэмпла становится длиннее, чем индикатор громкости. Мне это не нравится и поэтому я их переименовываю. Давайте пропишем что-нибудь уже. Вот наш 808 бас. Включим ему envelope, hold на максимум. Кроме этого все на минимум. И в общем-то давайте его пропишем. Вот. Громкость можно оставить ему чуть выше стандартной. Очень-очень редкие удары и по кику, и по басу в этом бете. И то есть идем по корневым нотам. То есть сначала до ди, потом фа диез. Потом тут уже до просто. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Вот. И вот и весь бас. Кик, по сути, то же самое. Он будет полностью соответствовать басу. Иногда бывает, что кик с басом слабо сочетаются. И от этого иногда помогает реверс полярити. Вот. И все. Пока ставим так. Теперь клэп. С клэпом, как всегда, максимально сложно. Снэр будет у нас располагаться не так вот, как обычно. А будет располагаться вот так вот. То есть он будет только в двух местах за весь луп играть. То есть в два раза реже, чем обычно. С open-хетами тоже все довольно просто. Он будет играть вот тут. Потом вот тут. Потом он будет играть вот тут. И я еще добавил один удар здесь. И он будет чуть покороче. Вот этот хет тоже будет играть довольно простую партию. И все. Только я хочу, чтобы он играл чуть пониже. Так круче, по-моему. Ну и еще можно добавить вот здесь вот звучок, например. Вот с этим хетом будет все гораздо интереснее. Потому что у него более замороченная партия. Он будет полностью состоять из пробежек на 1, 2. Давайте увеличим чуть-чуть масштаб. И так будет чуть удобнее. Ctrl-U. Вот так, вот так, вот так и вот так. Можно все это чуть опустить. И по громкости правой кнопки мышки вот так вот. Потом вот здесь вот мы делаем ровно то же самое. Давайте на нотке B жмем Ctrl-U. И вот здесь уберем. Вот так и вот так снова Ctrl-U. На четвертый звук уберем. Послушаем полностью. Теперь все это дублируем. И можно сделать вот так вот. Чтобы ритм стал более крутым и выделенным, нам нужно зашифтить хай-хеты. Что такое shift? По сути, просто вот тут вот мы берем начало хай-хета и чуть-чуть его сдвигаем. Но не вот в пиано роли, так как мы можем это сделать. А с помощью специальной крутилки в настройках сэмпла shift. И вот смотрите, вот на этом маленьком экранчике появится циферка. Я кручу до тех пор, пока не появится двоечка. То же самое проделаем с остальными хэтами. И open-хэт мы зашифтим еще сильнее. Это нам нужно для того, чтобы он так прикольно звучал с киком. Вы не поверите, но мы все прописали. Чтобы нам продолжить, нам нужно собрать групповой канал наших инструментов. Как это сделать? Мы можем все это выделить. И вот тут вот правой кнопкой мышки нажать и выбрать Rode to this track only. Чем Rode to this track отличается от Rode to this track only? Я страшную тайну вам сейчас раскрою. Дело в том, что вот эти все наши каналы, каждый канал, который находится у нас в микшере, заручен на мастер. Когда мы делаем Rode to this track only, то мы отменяем Rode на мастер. То есть сначала канал идет на групповой канал и с него только на мастер. А если мы сделаем просто Rode to this track, то он идет и на этот канал, и на мастер. Все отличия. То есть условно вот так вот Rode to this track. Вот видите, проводочка идет, идет на мастер и идет сюда. А если мы уберем вот этот проводочек, то это как будто мы нажали Rode to this track only вот на этот канал. Давайте займемся вот этим звуком. Чуть-то какой-то он уныленький. Так что предлагаю срочно на него накинуть Wave Shaper. Стало гораздо приятнее. Окей. После Wave Shaper мы можем накинуть Reverb. И сделать из него прям такой. Давайте теперь краткая справка о том, что за что отвечает в Reverb, чтобы вы могли крутить Fruity Reverb, наслаждаться его крутостью и не понимать, зачем нужно что-то еще. Это шутка. На самом деле разные Reverb нужны для разного. И Fruity Reverb просто хорош тем, что он уже встроен в FL-ку и он неплох. Прям не суперкрут, но неплох. Что тут за что отвечает? Самые главные крутилки. Dry, чистый сигнал. Wet, обработанный сигнал. ER, Early Reflections. Сейчас попозже объясню зачем надо. Пока убавим. Соответственно убираем Dry полностью. Продолжим. Size, размер виртуального помещения. Diff, форма виртуального помещения. Low Cut, это срез низа. Соответственно вот так вот крутим. Низа нет вообще. High Cut, срез вверх. Вот так вот крутим и остается весь верх. И он вообще не срезается. Крутим вот так и он полностью срезан. В чем тут логика? Я не понимаю, но окей, так сделали. Вот тут вот в маленьком экранчике наверху каждый параметр отображается. Вот смотрите, мы крутим Size и видим его параметр. Мы крутим High Cut и видим какие частоты срезаются. Delay, это Pre-Delay. То есть время, которое проходит от самого звука до начала хвоста. Мы крутим Delay на максимум, включаем Dry и слушаем. То есть сначала звук, потом хвост. Соответственно Delay на минимум. Одновременно и звук, и хвост начинаются. Если мы крутанем ER на максимум, уберем Dry и увеличим Delay, то сначала мы услышим вот этот самый ER, то есть ранние отражения и потом только сам хвост. Dump. Если по-простому, крутим по максимуму. Много высоких частот, мало высоких частот. Все. И чуть не забыл, Decay это длина хвоста. Тоже мы можем его изменять и увидеть в маленьком экранчике слева наверху изменение его значения. И вот этот Separation это стерео. Соответственно крутим вправо, у нас стерео база хвоста сужается. Крутим влево, она расширяется. После этого вешаем Stereo Shaper. Обязательно, потому что без Stereo Shaper не круто. Правая кнопка мышки Stereo S2. И после него вешаем Half Time. Он нужен, чтобы все замедлять. Название Half Time, то есть половина скорости. То есть по умолчанию он все замедляет в два раза. И получаем вот такой звук. Послушаем. Гораздо круче. Теперь мы можем заняться вот этим звуком. С ним тоже все интересно. На него мы повесим декапитатор. Потому что декапитатор помогает не только на басе. Он помогает на любых инструментах. Если вкратце, то сделаем как-нибудь вот так. Dark, Bright выбираем чуть в сторону Bright. То есть характер звучания. Срежем ему низ. Вот так вот с помощью вот этой крутилки. И получаем. Чуть-чуть подбустим. Так звучит, по-моему, гораздо прикольнее. И после этого сразу вешаем еще один стерео шейпер. Теперь мы идем на бас. И на него тоже вешаем чуть-чуть. Буквально капельку декапитатора. Но уже с немного другими настройками. Чуть-чуть ему отпиливаем низ. И добавляем немножко перегруза. Вот как-то так. Просто чтобы он стал более насыщенным. И после него мы вешаем, знаете что? Конечно же, Ozone и Major. Потому что мы хотим сделать максимально широкий бас. Чтобы было максимально просто супер круто. Ставим кроссовер вот сюда. 1.200 с небольшим. И сюда перемещаем его на 1.4. Пусть так. На максимум стереоайз. Слушаем. Может чуть-чуть убавить. Вот так вот без расширения. Вот так с расширением. То есть что-то критически не изменилось. Просто стал бас более широким, более приятным. Слушаем с инструментами. Вот и все. Теперь кик. Все готово. Теперь делаем групповой канал наших хай-хетов. И групповой канал наших снейров. Теперь берем вот эти два групповых канала. И объединяем их в еще один групповой канал. Сначала отдельно про хай-хеты. На них мы на каждый повесим отдельно либо стерео шейпер, либо стерео энхансер. Так что я это показывать не буду. Теперь мы идем на групповой канал снейров. И на него вешаем уже озон и мейджер. Потому что нам нужно супер мега мягкое расширение. Здесь мы выбираем пресет Enhanced Space. Вот этот ноб мы убавляем либо на ноль, либо чуть в минус. И включаем стереоайз. Разница есть, но она очень небольшая. Собственно нам это и нужно. То есть чуть-чуть ближе стали для нас эти ударные. Теперь мы идем на групповой канал этого всего. Вешаем сюда J37. J37 это ленточный сатуратор, который призван все сделать чуть приятнее. Я его использую на группе инструментов и на группе именно ударных, куда не входит кик. То есть на всем кроме кика я его использую, чтобы все стало чуть более высокочастотным, чуть более ярким, чуть более красивым. И вы уже наверное знаете, какой я пресет использую. Вот этот самый я его использую всегда. Все. И после этого мы еще можем повесить сюда центр стерео. Что такое центр стерео? Это плагин, который позволяет вам очень мягко подать немножко расширение. Настройка low на центр, потому что низкие частоты должны быть по центру. High на sides, потому что мы расширяем в основном именно высокие частоты. Punch на центр. То есть punch это транзиент. Что там он определяет в качестве панча я не знаю, но он тоже где-то в районе килогерца и ниже. Поэтому мы располагаем его на центр. Добавляем чуть-чуть вот один децибельчик size и можем sides, и можем на пол децибельчика убавить центр. И получить... Вот сразу немножко вылезло вот этих самых супер-мега высоких частот, но мы с ними разберемся чуть позже. И кстати, раз уж я об этом заговорил, то мы вешаем J37 на нашу группу инструментов. Именно поэтому я собираю группы, чтобы на каждой не вешать отдельный J37. И выбираем тот же самый пресет. После него мы вешаем параметрик EQ2. Блин, я сказал параметрик EQ2. Я уже заговорился с этими вашими стандартными плагинами. После него вешаем ProQ3. Смотрим. Наводим сюда мышку. И он нам выделяет резонансные частоты, короче, он нам выделяет. И мы можем за них прям потянуть и чуть-чуть прибрать. Самое главное, тут сильно не увлекаться и не вырезать совсем уж много всего. Еще мы можем два раза кликнуть, чуть-чуть срезать вниз. Вот как-нибудь вот так. И самый-самый верх тоже отпилим. Вот здесь вот можно вот так вот с помощью Q немножко расширить полосу. И сделать вот так. То есть, когда вы делаете очень узкий вырез, это гораздо сильнее бьет по звуку. Так что лучше сделать его более мягким, более плавным, но не таким просто сильным. И уже после эквалайзера, обязательно после эквалайзера, мы можем повесить на него тоже центр стерео. И тут те же самые абсолютно настройки, только тут чуть более агрессивно можем, скажем так. Децибел там или чуть больше добавить на sides и убавить децибел. То есть, все стало чуть-чуть шире. Вот буквально капельку. Но это за этим и нужно. И слушаем. Еще мы можем от кика сделать кучу сайдчейнов. Например, сайдчейн на инструменты, сайдчейн на 808 бас и самое главное, сайдчейн на open head, чтобы было ощущение, что кик пробивается сквозь этот open head. Давайте начнем с open head. Вешаем на него фрутилимитер. Переходим в режим компрессор. Переходим в сайдчейн. Вот тут выбираем. Кик наш канал. Как-нибудь вот так настраиваем. То есть, треш-холл, уровень громкости срабатывания ratio, насколько он сожмется. Нормально. Только убавим его немного. И вот тут есть одно место, где он звучит совместно с клэпом. Вот это место надо убавить. Вот так. Окей, классно. И вот кик у нас довольно сильно выделяется. Но вот так вот он нормально звучит. Теперь идем на наш канал с высокими ударными. То есть, где снэры и хеты. Вешаем на него обязательно. Тоже чуть не сказал параметрик. Фрути... Фрути... Фаб-фильтр, короче. Мы вешаем на него... О-о-о-о-о! Где-то я забыл убавить. Noise Level. Окей. Вешаем на него ProQ. И наводим. И вот видите, где-то в районе 7000. Вот эти... Вот эти... Вот эти мерзкие частоты, которые через все пробиваются. Вот эти... Короче, вот мы их просто убавим. Вот так вот. Мягонько-мягонько. То есть, Q крутим так, чтобы был мягкий срез. И гайном чуть-чуть вот так вот. То есть, чтобы... Минус 1. И можно теперь громкость хетов в целом убавить. В общем, все готово. Теперь мы все это выделяем. Ctrl-C. Новый паттерн. То есть, этот паттерн остается бэкапным. Нажимаем наверху. Выбираем Split by Channel. Идем в наш плейлист. С зажатым шифтом выбираем первый паттерн. И последний паттерн. Перетаскиваем. Готово. С шифтом перетаскиваем, чтобы дублировать. И нам нужно создать два варианта звучания. Одна простая партия и одна. Но еще в более сложной партии будет еще одно отличие. Вот этот ААА будет на октаву ниже в первой половине. Так что жмем вот сюда снова. Идем в Make Unique. Заходим. Выбираем первый. Стрелочка вниз с зажатым Ctrl-ом. И... Теперь выделяем самый интересный фрагмент. Идем на Master. Добавляем туда. Озоне добавляем. И начинаем настройку, которую я пояснял тысячу миллионов раз. И в прошлый раз я даже приложил пресет к проекту. То есть этот пресет лежит в паблике ВКонтакте. Как его добавить в Озон? Очень просто. Вам нужно его в винде скопировать. Нажать вот сюда. Вот Save Preset S. И в то место, куда он предложит вам его сохранить. Нажать правой кнопкой мышки и вставить. И он у вас тут окажется. Вот и все. И потом вы можете его выбрать уже вот здесь вот. Я же хочу использовать максимально похожий пресет. Но чуть отличающийся. Я отсюда добавлю Exciter. Перед динамика Q. В Exciter выберу Gentle High End. И здесь вот вместо полутора килогерц среза выберу 200 герц. И тоже где-нибудь так. Все остальное мне устраивает. Теперь мы все это выделяем. И начнем расставлять очень-очень-очень-очень-очень простую структуру. Начинается все вот с этих аккордов. Потом играет вот это все. И потом начинается биток. Потом все это повторяется. Потом идет вот так вот. Вот. Выбираем лезвие. С зажатым шифтом отрезаем вот так вот. То есть самый-самый первый удар оставляем. Потом выделяем и вот так вот утаскиваем. Потом идет суперсложный фрагмент, который я забыл вам показать. Но сейчас это исправлю. Тут идет только вот это фортепиано. Идем в этот паттерн. Добавляем плагин, который, о боже мой, стандартный. Выбираем Analog Bass 4. И в Voices добавляем до 8. Детчун увеличиваем до 0.4. Атаку увеличиваем до 40%. Отлично. Отправляем его на какой-нибудь канал микшера. На него вешаем Wave Shaper. Вот так вот делаем. Отлично. После Wave Shaper вешаем параметрика Q2. И вот так вот вырезаем лишнее. Идем в настройки сэмпла. Включаем настройки. Порта Mono, Slide. И прописываем очень сложную партию. Вот так. Вот так. Опять же руководствуемся полностью нотками, которые есть во всех уже Ctrl-X нажимаем. И Ctrl-V. Руководствуемся нотками, которые есть в наших аккордах. Вставляем вот сюда. И убавляем. Что-то он сильно громкий. И нужно еще сократить вот так. И потом все. И бит готов. Так что давайте уже срочно это дело послушаем. Что же у нас получилось. Но перед этим еще пара мелких штришков. Заходим в наше фортепиано. Я забыл. Вот эти нотки с Alt. Колесом мышки покрутим, чтобы они стали потише. И еще вот этот мерзкий звук. Вот этот. Надо убавить его. Ну и все. Давайте уже послушаем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну вот такой вот получился трек. Я надеюсь, что вам понравился хотя бы бит. Или хотя бы видос. А лучше и то, и другое. А лучше, если что-то из этого видео вы для себя почерпнули. Что-то, чтобы было полезным для ваших будущих битов. Ну и на этом, наверное, у меня все. Если ролик вам понравился, был интересен или полезен, или все вместе, то ставьте полностью заслуженный лайк. И напишите в комментариях, получилось ли у меня сделать более подробно. И вот продолжайте делать вот такие длинные ролики. Потому что они, по-моему, получаются более контентными, более интересными и более полезными. Ну и, соответственно, если было неинтересно, плохо и не полезно, то ставьте заслуженный дизлайк. И напишите тоже в комментариях, что вам не понравилось. Ну и с вами был Стас. Обязательно спишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно посмотрите другие видео на этом канале. Они не менее, а то и более интересные. И если вам понравилось это видео, то другие точно понравятся. И если вы подписались, то обязательно поставьте колокольчик. Вот нажмите на колокольчик и выберите все уведомления, чтобы получать все уведомления о моих новых роликах. И теперь уже точно все. С вами был Стас. Пока. Увидимся в следующем видео.